24 мая в России отмечают день кадрового работника. Пока решения нет, как в городе обстоят дела с отловом безнадзорных животных. Место встречи бездомных котов с новыми хозяевами о работе приюта Мурдом рассказал его директор. Далее расскажем обо всем подробно. То милеет, то топит берега. С главной своей функцией регулировкой уровня воды в Сатисе городская плотина не справляется. Река постоянно выходит из-под контроля. Уже три года с этой проблемой каждое лето сталкивается Петр Цой. По его словам, из-за постоянного отклонения уровня воды в Сатисе невозможно планировать работу в Эйк-парке Майами и лодочной станции. Никак не удается запустить речной трамвайчик. Чаще вода стоит ниже нормального подпорного уровня. Если нормальный уровень некий 280 сантиметров, ну просто цифра 280 сантиметров, то мы наблюдаем отклонение вплоть до минус метра уровень воды. И значит все жители, вы наверняка это, например, можете видеть как. Ну, например, нижние подпорные стенки габионов постоянно оголены на укрепленных берегах реки Ревьере и дальше ближе к плотине. Например, это можно видеть по обнажающимся частям дна рядом с мостами, в частности у Маслихенского моста. Но бывает, что уровень воды в реке резко и намного превышает верхний критичный предел. За прошлое лето лодочная станция пережила два потопа, еще один осенью. Последний раз потоп произошел 9 мая этого года. Уровень воды в Сатисе поднялся на 70 сантиметров. На 70 сантиметров пришло очень резко. Подъем воды осуществлялся в ночь, когда дежурство не осуществлялось. После сообщения мы сразу быстро отреагировали. По словам Людмилы Шлипугиной, круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях предусмотрено только в периоды паводков. В остальное время такой возможности нет. Сейчас плотину по договору обслуживает МУДЭП. Его специалисты и регулируют уровень воды в Сатисе. Это ДЭП заведует по контракту. Они осуществляют регулирование. У нас нет возможности в автоматическом режиме регулировать. Это осуществляется путем подъема ремонтных затворов с помощью крана. То есть это в теории занимает достаточно трудоемкость. Нестабильный уровень воды в Сатисе – следствие плачевного состояния плотины. За всю ее многолетнюю историю ее ни разу капитально не ремонтировали. Компании, обслуживающие ГТС, лишь делают текущие ремонты. Гидроузел не держит воду должным образом. Затворы неметичны. Мало того, плотину на сегодняшний день держат ремонтные затворы. Основные вышли из строя. Чтобы поддерживать в текущем состоянии, в котором ГТС, мы стараемся максимально все усилия предпринимать, чтобы 2,8-3,0 держать. Мы постоянно на связи с ДЭПом, исходя из тех наших возможностей с сегодняшним состоянием ГТС. Но вы понимаете прекрасно, что ГТС, как построили в Советском Союзе в 60-х годах, они никогда не перестраивались и не реконструировались. Соответственно, чтобы говорить об изменении уже кардинальном и нормальном регулировании в автоматическом режиме, ну это нужно очень серьезное средство. По итогам заседания комитета депутаты решили направить главе города обращение с просьбой просчитать стоимость реконструкции плотины и найти в бюджете финансирование на эти цели. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На чашу весов, безопасность людей или гуманность по отношению к животным. Проблема бездомных собак в Сарове обсуждается уже давно. За прошлый год зафиксировали 74 жалобы, поймали 156 особей. Часть вернули обратно, часть осталась в питомнике. На Домском комитете разгорелись жаркие споры на тему того, как можно убрать злых безназорных собак с улиц и где их содержать. Одним из камней преткновения становится признание конкретного животного агрессивным. Какой-то отдельной компетентной комиссии для этого нет. Сейчас происходит каким образом? Мы взаимодействуем с ГБУ, если действительно к нам поступает сигнал, что покусала собака, есть подтверждающие, что это агрессивно ведет. Мы выезжаем и совместно с ГБУ принимаем решение. Мы признаем ее агрессивной или признаем не агрессивной. Она завтра покусает. Кто будет нести ответственность? Ну, задача комиссии, я так понимаю, признать агрессивной и ее... Нет, мы ее не признаем агрессивной. Она завтра покусала. Где наша полномочия этой комиссии? Кто будет нести ответственность? Там критерии очень спорные. Их вообще критерий нет. По области нет ни одной такой комиссии. Хотя еще с прошлого года регионам позволили самостоятельно регулировать и решать проблему бродячих животных на законодательном уровне. Сейчас саровские специалисты после обращения жителей ведут поиск бездомных собак. Фиксируют факты агрессии. Мы просим конкретно обрисовать то животное, которое проявляет агрессию. Обычный человек в такой ситуации, он пугается, и он просит, и он реагирует на всю сталь. А конкретно выделить то животное, которое именно проявляет агрессию, некоторые иногда не получаются. Поэтому очень важна обратная связь. Не просто я увидел собаку, она залаяла, и это агрессия. Это одно. Когда действительно бросается, рвет одежду или кусала, это другое. Госветуправление регулярно работает по программе ОСВВ, в которую входит отлов, стерилизация, кастрация и выпуск. Если собака проявляет агрессию, проводится повторный отлов. Она отправляется на содержание в приют до 90 дней. Спустя это время специалисты оценивают поведение животного. Если собака продолжает бросаться на людей, ее оставляют в приемнике пожизненно. Но количество таких собак растет в геометрической прогрессии, а вольеров не так много. Может быть, от нас инициатива пойдет. Но многие регионы уже пытаются ввести законную эвтаназию для тех животных, которые... Ну, допустим, взять, если наш приют, который был, да, там животные содержались уже самый короткий срок, был 5 лет. То есть 5 лет и старше. Ну, сколько можем быть? До 20 лет будем держать. Будем копить 5 голов, 10, 20, 30, 100. Эвтаназия бездомных животных по закону разрешена в Бурятии, Тыве, Астраханской и Магаданской областях, Алтайском крае, Чукотке и Забайкалье. Именно там обстановка с бродячими животными достигла накала. Кто-то эти нововведения приветствует, другие выступают против них. Но заниматься проблемой однозначно надо. К такому выводу пришли депутаты. Они решили продолжить обсуждение в рамках рабочей группы. А также отметили, что огромную роль играет осознанность владельцев собак. Освещение острова вопросов СМИ. Есть идея и проект объекта. Осталось найти удачное место и финансирование. На Думском комитете в очередной раз подняли вопрос об установке в Сарове памятника пограничникам всех поколений посвящается. Во время прошлых обсуждений от депутатов прозвучали замечания и предложения. Но актуальность монумента бесспорна. Багнит Сарова, естественно, нужен. Он отражает участие многих саровщан в охране к старшим границам. Многие пограничники Сарова участвовали в боеведии в Унистане, в чеченской кампании. И сейчас, в данный момент, находятся в зоне своего, из которого пришли, из которого там находятся. И с появлением памятника появится новая общественная пространство, куда можно будет прийти ветеран в хроничную службу, провести своих детей, ну, взмоков. Часть средств на реализацию проекта авторы собрали самостоятельно, но этого недостаточно. Другую часть финансирования возможно получить в рамках регионального проекта «Вам решать». Депутаты отметили, что у инициативы будет больше шансов, если памятник будет частью какого-то сквера или мемориального комплекса. По словам председателя городской думы Антона Ульянова, для этого лучше всего подходит новый район. У нас есть вечный огонь, это главный, наверное, такой центральный. Но у нас, например, есть аллея 50-летия Победы, о ней вообще мало кто знает, в новом районе. Она в не очень хорошем состоянии. Мы вот с администрацией обсуждали, все согласны, к 80-летию Победы нужно вообще приводить все в порядок, изыскивать сейчас средства, ресурсы. Но новый район, он густонаселенный. И вот то, что предлагалось, например, вместо памятника, ну, памятник пограничника, это еще идея такая, ближе к границе города, по дороге на 4-е КПП, там, это хорошая идея. И нужно такие объекты создавать. Ну, посмотрите, у нас вот тематических таких вот там скверов в новой части города много ли? Возможность установки памятника пограничникам всех поколений посвящается, пока остается в доработке. Дарья Кузина, Руслан Лапшин, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров-24. В мае 2014 года в Сарове появилась организация «Дети войны», которая объединила в своих рядах тех, кто помнит о страшных годах лишений, страха и непосильного труда, кто понес на своих хрупких детских плечах тяжесть Великой Отечественной войны. Сегодня «Дети войны» – это не просто люди, которых объединяет общая история и общее прошлое, но и объединение, которое ведет активную общественную и патриотическую работу. Сейчас в нашем городе насчитывается 3720 детей военного времени. Большое спасибо правлению Саровской городской организации «Дети войны» за то, что эта ветеранская организация имеет свое мнение. Она никого не боится, к ней прислушиваются, и всегда у Надежды Викторовны есть что сказать. Это очень приятно. Я вижу, как относится в городе молодежь вашей организации. И это показатель того, что вы очень хорошо и плотно работаете с молодежью. И это замечательно. Причем вы работаете многие, абсолютное большинство наших местных отделений работает тоже с молодежью. Но у вас эта работа поставлена планово, систематически, очень точно. И это является следствием того, что было заложено в самом начале создания этой организации. Городская организация «Дети войны» посещает школы, вуз, техникум и учреждения дополнительного образования. Проводит уроки патриотизма с ребятами и встречи с военнослужащими. Участвует в посвящении в пионеры. Также организация выпустила уже четыре сборника воспоминаний детей войны. На очереди пятая книга, которую планируют выпустить в середине августа. Ветераны добились принятия закона о присвоении статуса детей военного времени. Теперь они работают над тем, чтобы закон предполагал и определенные льготы. Еще одно направление, кроме патриотического воспитания молодежи, это в нашей работе было добиться принятия в Нижнем Новгороде закона о детях войны. Добиться статуса детей войны. Наконец-то этот закон вышел, да, Александр Александрович? Вышел. Статус есть, но в этом законе ни одного слова о льготах детям войны. Мы продолжаем бороться за то, чтобы были льготы все-таки детям войны. С 10-летним юбилеем организацию «Дети войны» пришли поздравить пионеры Дворца детского творчества. Ребята подготовили ветеранам творческие номера. Живем новую жизнь, Живем новую жизнь, Славьи погибнутся мы все равно. На праздничном мероприятии наградили самых активных членов организации, которые вносят большой вклад в ее работу. Структура МЧС включает в себя много направлений, Одно из которых – пожарная охрана. В ней находятся люди, которые ежедневно профессионально рискуют жизнью и здоровьем ради безопасности граждан. Они тушат возгорание, спасают людей и проводят регулярную профилактическую работу. Требований к потенциальному пожарному не так много, но все они очень важны. Сотрудник у нас проходит психофизиологическое исследование в Приволжском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России, где выдается заключение, годен ли он к столь сложной профессии. Там оцениваются его личные качества и психологические, его стрессоустойчивость. Проходит военная врачебная комиссия, по итогам которой выдается заключение, годен ли он к службе у нас или нет. Физическая подготовка играет важную роль. Во время службы специалисты работают с тяжелыми инструментами и инвентарем, сбираются иногда на достаточно большую высоту, работают на максимальной скорости. Когда кандидат доходит до стадии стажера, за ним закрепляется наставник, который проводит теоретическое и практическое обучение, охрану труда, пожарно-строевую подготовку. При этом огромный плюс в этой профессии – то, что пожарным можно стать без какого-либо специального образования. Достаточно иметь среднее общее. Так любой выпускник школы, достигший 18 лет, может попробовать себя на службе. Преимуществами и плюсами поступления на службу в МЧС является график сменности дежурства сутки через трое. Сотрудники, которые назначены на должность пожарных, в процессе прохождения службы, если показывают себя профессионалами своему делу, им предлагаются высшестоящие должности. Это в большей степени относится к сотрудникам, кто имеет среднее профессиональное и высшее образование. Но также, помимо этого, кто у нас проходит службу, имея среднее общее образование, также заочно в процессе прохождения службы обучаются. Среди существенных плюсов работы пожарным – 30-дневный отпуск без учета выходных и праздничных дней. В зависимости от стажа можно получить дополнительный отдых. Среди преимуществ также ранний выход на пенсию после 20 лет службы и социальная защита – возможность получить высшее образование. Ежегодно нам выделяют бюджетные и федеральные места на поступление в высшее учебное заведение МЧС России, в профильные вузы. И мы также проводим профотбор ребят, кто заканчивает 11 классы, кто имеет среднее профессиональное образование в возрасте до 30 лет. Выпускники пожарной академии распределяются на должности среднего и старшего начальствующего состава. Сегодня в Сарове есть вакансии практически во всех подразделениях пожарно-спасательной службы. Желающие вступить в ее ряды могут обращаться в отдел кадровой и воспитательной работы по телефону 99320. Фотографии на память, шарики, цветы, улыбки. Мы у выпускников лицея номер 15 – волнительный день. 11-классники собрались во дворе родной школы, чтобы услышать последний звонок. В ритме вальса эти ребята проводят последние минуты школьных будней. В этом году из 15-го лицея выпускаются 47 и 11-ти классников. Среди них победители различных областных и всероссийских конкурсов и олимпиад, активисты, талантливые музыканты и спортсмены. Гордость учителей и наставников. В этом году Российская Академия Наук исполняется 300 лет. И, ребят, я не сомневаюсь, что ваши результаты на государственные итоговые аттестации будут достойным подарком к этому юбилею. Они позволят вам влиться в ряды студентов ведущих вузов России, ну и затем, безусловно, вы сумеете достойно развивать наукоемкие отрасли экономики нашей Российской Федерации. Из новшеств этого года, кроме золотых медалей, выпускники будут получать серебряные. На награды претендует 15 учеников. За спинами школьников стоят учителя, которые на протяжении 11 лет старательно вкладывали максимум знаний и навыков, чтобы подопечные достигли значительных высот в разных направлениях. Наступил тот самый момент, когда все знания, приобретенные в ходе нашего многолетнего совместного труда, помогут вам успешно справиться с предстоящими экзаменами. Желаем вам удачи и уморства в достижении цели. Мы в вас верим. Ребята танцевали, читали стихи, пели, вручали букеты своим любимым преподавателям, благодарили родителей, которые поддерживали в трудную минуту. Для выпускников это праздник, наполненный радостью и грустью. Долго и много готовились. Мы репетировали, наверное, уже два месяца подряд. На самом деле, грустно. Для меня это грустное мероприятие, потому что школьные годы – это, на самом деле, большая часть моей жизни. Сама до конца не верю, что закончила школу. И, на самом деле, очень грустно расставаться не только с самой школой, но, конечно, с преподавателями, с учителями. Немножко волнуемся, но рады, что это событие происходит, что мы, наконец-то, заканчиваем школу, что идем уже во взрослую жизнь, конечно, и волнительно, и радостно одновременно. Хотелось бы вообще сказать большое спасибо всем нашим учителям, всем нашим родителям, которые нас весь год поддерживали, вообще все 11 лет поддерживали, вообще были рядом с нами. Я думаю, их заслуга в том, что мы сегодня выпускаемся, что мы успешно выпускаемся, очень большая. На школе вы, конечно, учитесь, ну, просто всему. От базовых знаний до того, что составляет вашу личность. Вы растете, школа растет с вами. Со временем, ну, она действительно становится, знаете, как любят все, романтично говорить «второй дом». Ну, действительно, ты в школе проводишь большую часть своего времени, и будто бы, можно сказать, живешь уже в ней. Я буду скучать по лицею, по учителям. Расслабляться пока рано. Впереди экзамены, которые, к слову, начнутся уже через пару дней. 23 мая в основной период 11-классники будут сдавать географию, литературу и химию. 671 кошка за два минувших года нашла новый дом и заботливых хозяев благодаря приюту «Мурдом». Он работает с 2021 года, и за это время с улиц города здесь оказались почти 800 животных. Когда приют начинал свою деятельность, у него было одно направление работы – содержание комфортной городской среды, то есть спасение с улиц города беспризорных животных. Животные попадают в приют с улиц города, они не возвращаются в городскую среду, и после лечения пристраиваются к населению. Так называемый безвозвратный метод. И сразу было понятно после открытия, что приют – это не про животных, это больше про людей. Придя к мысли, что приют для животных – это про людей, волонтеры стали расширять сферы деятельности. Сегодня в «Мурдоме» проходят дни открытых дверей и встречи с детьми. Ребятам рассказывают, как ухаживать за животными, прививают им чувство ответственности за домашних питомцев. Летом в парке Зернова проходят «Мурфесты», где гостям праздника рассказывают о работе приюта и проводят консультации ветеринары. Отдельное направление работы – филинотерапия. Это программа взаимодействия детей и подростков с ОВЗ с котами. Проводят занятия филинотерапии, которые, по отзывам педагогов, говорят, что с вашими животными намного легче дети общаются, чем с людьми. В «Мурдоме» всегда рады гостям. Волонтеры с удовольствием проводят экскурсии и рассказывают о хвостатых постояльцах. Любой горожанин может увидеть, в каких условиях содержатся животные, сколько корма и наполнителя расходуется каждый день и как здесь подходят к вопросам уборки и дезинфекции. Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных. Преступники адаптировали популярную легенду про безопасный банковский счет. Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тысяч рублей – размер единовременной выплаты военным. Причина этого удержания – дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер копию выписки якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. Дальше мошенники действуют по следующему сценарию. Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, они предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет. При этом деньги обещают вернуть. Но, получив средства жертвы, телефоны афериста исчезают. Если вам поступил подозрительный звонок, кладите трубку без разговоров. Если вы получили подозрительное письмо по электронной почте или сообщение в мессенджере, не отвечайте на него. Цель злоумышленников – вывести человека из психологического равновесия и заставить совершить необдуманные действия. Помните, никаких безопасных или специальных счетов не существует. На самом деле счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им. По всем вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте банка и на обороте платежной карты. Банк России чеканит большое количество монет, но существенная их часть не возвращается в оборот, оседая в копилках. В связи с этим с 20 мая по 2 июня по всей России пройдет акция «Монетная неделя». Жители Нижнего Новгорода и области смогут обменять накопившуюся у них монету на банкноты либо зачистить на банковский счет в нижегородских офисах банков. Данная акция и предназначена для того, чтобы вернуть эту монету в обращение, тем самым сократив расходы на ее чеканку. Как отметил первый заместитель начальника Волговятского государственного управления Банка России Владимир Егоров, многие торгово-сервисные предприятия нуждаются в разменных деньгах. Монеты нужны для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Подобная всероссийская акция проводится уже во второй раз. Осенью прошлого года за время ее действия нижегородцы принесли в банки более 503 тысяч монет на общую сумму более 2 миллионов рублей. До похода в банк стоит рассортировать мелочь по номиналам. Так вы сэкономите свое время на обслуживание. Возьмите с собой паспорт. Праздник инструментальной музыки. Впервые фестиваль «Оркестровая мозаика» состоялся в детской музыкальной школе имени Балакирева в 2014 году и был немногочисленным. В нем участвовали пять коллективов. Постепенно фестиваль стал набирать обороты. В этом году «Оркестровая мозаика» собрала 24 коллектива и приобрела конкурсное начало. Для Сарова это большое музыкальное событие. То, что может объединить всех ребят, которые обучаются в школе, это, конечно же, большой коллектив. Потому что именно в коллективе каждый чувствует плечо друг друга. Это очень удивительная вообще музыка оркестровая, потому что нужно уметь слышать и слушать друг друга. И главное – слышать. Поэтому я всех нас поздравляю с таким важным событием, которое происходит в городе. В конкурсе-фестивале свое мастерство демонстрировали сильнейшие коллективы – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов из музыкальной школы Балакирева и детских школ искусств города. Участников оценивали в двух номинациях – ансамбль и оркестр. В качестве жюри выступили известные деятели культуры города, преподаватели музыкальных дисциплин. На конкурс-фестиваль приехали и гости – коллективы детской музыкальной школы имени Улыбышева из города Богородска. Концерты оркестровой мозаики проходили в Сарове в два дня. Исполнители продемонстрировали гостям музыкальное разнообразие и высокое мастерство. Подарили эстетическое удовольствие от встречи с искусством. На закрытии фестиваля конкурса члены жюри наградили лауреатов. В региональном этапе спартакиада пенсионеров России сборная команда ветеранов Сарова участвует 10 лет и неизменно показывает высокие результаты. В этом году в Кулебаках саровские спортсмены соревновались с участниками из 14 команд юго-западной зоны. В ГТО, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартсе, стрельбе из электронного оружия. Каждый участник выступал в своем виде спорта. В легкой атлетике выступало 4 человека. Два мужчины и две женщины. В остальных видах по одному человеку. Один мужчина, одна женщина. Ну и, значит, легкой атлетов увезли на какой-то старенький заброшенный стадион, где их чуть не заела мошка насмерть. Но ребята стойко выстояли и показали великолепнейший результат. Коляскина Светлана первое место заняла, Андреев Александр второе место, также Серебровнева. Соревновательная программа в плавании включала дистанцию 50 метров вольным стилем. У саровских пловцов конкурентов в этом виде спорта почти не было. Они взяли первые места. По итогам состязаний команда Сарова шла на втором месте после выкса и отставала на 6 очков. Решающими стали партии в настольном теннисе. У женщин самая интрига была – это Капитанова Юлия. Болели там буквально все, потому что это был самый длительный процесс – настольный теннис. Капитанова Юлия заняла также достойное третье место. И Павлов Виктор среди мужчин также занял третье место. И мы опередили в итоге команду в иксы на 3 очка. В состав команды Сарова вошли представители муниципальных предприятий, сотрудники внеев, как пенсионеры, так и работающие. Ветераны вложили немало и физических, и моральных сил, чтобы достойно представить город и вырваться в лидера спартакиада. Для команды это серьезная и значимая победа. Сложность была в том, что многие это уже как бы свой спортивный интерес теряют, но многие оставляют спортивный интерес к соревнованиям. И нам надо было составить команду, состоящую из шести человек мужчин и шести женщин. Конечно, нам повезло. И не только повезло, но это естественно, потому что мы первое место взяли, но это достижение. В любом случае нашими пенсионерами мы гордимся. Теперь спортсменов будут отбирать сборную Нижегородской области на всероссийский этап спартакиады. Вместе встретили рассвет и вступили в ряды союза детских организаций «Сияющие звезды». Так отметили День пионерии, ребята из соревновательских дружин и пионерских организаций. Ежегодное мероприятие «Пионерская зорька» торжественно открыли выносным знамен. В этом году впервые это сделали на электросамокатах. Поздать ребят с праздником пришел сводный отряд барабанщиков, вслед за которыми уже опытные пионеры станцевали флешмобы. В этом году на мероприятии затронули тему космоса, поэтому в программе были тематические песенные номера. А также ребята запустили в небо уменьшенные модели ракет. Каждый год атмосфера мероприятия меняется, но именно в этом году мероприятие было очень торжественное и праздничное. Пионеры из каждой организации сделали самолетики и журавликов, которые они прикрепили к ста шарам и отпустили в небо. Все ребята, всияющие звезды! Ура! Степан Борисов, Руслан Лапшин. Объединение журналистика. Для службы новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok